Фари Игна Фаирс, США, станет ли комический актер следующим президентом Украины? Мелинда Харинг Фари Игна Фаирс, США 3 апреля 2019 года 31 марта украинцы направились на избирательные участки для того, чтобы выбрать нового президента страны Лидер президентской гонки Владимир Зеленский, не обладающий опытом 41-летний комический актер телевидения Вышел победителем гонки и набрал даже больше голосов, чем ему предсказывали В конечном итоге он получил 30% голосов Действующий президент Петр Порошенко занял второе место, набрав немногим меньше 16% голосов Поскольку ни один из кандидатов не смог перешагнуть через порог в 50% Зеленский и Порошенко продолжат борьбу во втором туре, намеченном на 21 апреля Подобного развития событий следовало ожидать Согласно опросам, Зеленский в течение двух месяцев занимал лидирующие позиции в списке кандидатов А действующие украинские президенты не имеют тех преимуществ, которыми обладают их коллеги в других странах С момента обретения Украиной независимости в 1991 году украинцы переизбрали лишь одного президента Выборы на Украине стали референдумом по поводу Порошенко, который был избран на основе антикоррупционной платформы После состоявшихся в 2013-2014 годах протестов на Евромайдане, в результате которых был свергнут президент Виктор Янукович В ходе проведенных опросов накануне выборов украинцы говорили, что они недовольны отсутствием прогресса в течение последних пяти лет Каждодневная жизнь людей не улучшилась, никто из продажных чиновников из Дамайдана эпохи не был осужден, а война с возглавляемыми Россией сепаратистами на востоке страны продолжается, и ситуация там тупиковая Война на востоке страны, коррупция и экономика были главными вопросами для избирателей Порошенко получил солидную поддержку как президент военного времени, однако экономика страны почти не растет В начале его президентства правительство выступало против взяточничества, в основном в газовом секторе, однако эта борьба в какой-то момент застопорилась Попытки реформировать судебную систему за счет перезагрузки Верховного суда провалилась Инвесторы не поверили заявлениям Порошенко о прогрессии, а прямые иностранные инвестиции не увеличивались По данным Международного валютного фонда МВФ, Украина стала самой бедной страной Европы по показателю ВВП на душу населения, беднее даже, чем Молдавия По крайней мере 2 миллиона украинцев перебрались в Европу в поисках работы По оценке министра финансов Украины, при нынешних темпах роста экономики Украины потребуется 50 лет для того, чтобы сравняться с Польшей Новая надежда в борьбе с коррупцией Зеленский лучше других кандидатов понял настроение людей Украинцы демонстрируют самый низкий уровень доверия в мире к своему правительству Они постоянно говорят проводящим опросы специалистам, что хотят видеть новые лица во власти, а также реальную борьбу с коррупцией Они хотят иметь чистого президента, обещающего легкие решения и быстрый прогресс В этом смысле трудно будет подобрать более совершенного кандидата На телевидении Зеленский как раз играет роль президента, который живет вместе со своими родителями в обычном многоквартирном доме Ездит на велосипеде и уничтожает олигархов В реальной жизни Зеленский обещает никого не выделять перед законом, отменить парламентский иммунитет, а также поддержать ведущую борьбу с коррупцией украинские организации Кроме того, в его команде два серьезных реформатора Бывший министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития Иварас Абрамовичус Украинцы верят в то, что Зеленский, будучи политическим аутсайдером, сможет победить коррумпированную систему Поскольку он и ей ничего не должен, сказал в беседе со мной 1 апреля Данилюк По мнению бывшего министра, Зеленский ведет работу над рассчитанным на 100 дней планом Главным приоритетом в исправлении ситуации в экономике является решение проблемы коррупции Он начнет вычищать судебную систему и восстанавливать независимость антикоррупционных институтов По словам Данилюка, сотрудничество с МВФ будет продолжено И оно является критически важным из-за накопленных Януковичем огромных долгов Которые придется начать возвращать уже в этом году К чести Порошенко следует сказать, что он понимает свою уязвимость в экономической области После того, как он занял второе место в президентской гонке Он выступил в штаб-квартире своей предвыборной кампании в Киеве и назвал Зеленского марионеткой, олигарха Игоря, Коломойского Он также заявил, что собирается поднять экономику Приоритет – экономика, экономика и еще раз экономика, подчеркнул он Обладающий большим опытом политолог и телеведущий Тарас Березовец отметил, что Порошенко невероятно уверен в себе, несмотря на полученный результат Когда появились данные по голосованию, он сразу стал активно действовать и назвал Зеленского подарком для российского президента Владимира Путина Он, Путин, мечтает о мягком, послушном, кротком, хихикающем, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически неопределенном президенте Предоставит ли он ему все это, кто победит? Несмотря на хороший результат Зеленского в первом туре, его победа отнюдь не гарантирована Прежде всего, два кандидата согласились провести дебаты в прямом эфире, а Порошенко является опытным участником дебатов Тогда как Зеленский делает простые арифметические ошибки, говоря о политических идеях предыдущего периода Кроме того, Порошенко проводит весьма активную кампанию в стране, носится как ракета, по словам березовца Однако во время своих поездок нынешний президент Украины вел себя иногда снисходительно и высокомерно Пытался поучать простых украинцев, задававших главные чувствительные вопросы На вопрос одного человека о том, как он будет вести борьбу с коррупцией, Порошенко ответил Идите в церковь, зажгите свечку, поскольку вы неверующий И Господь утешит вас Зеленский проводил нетрадиционную кампанию Он выступал в составе комедийной труппы по всей стране, а также использовал социальные сети Но он также провел большое количество круглых столов с экспертами из гражданского общества И создавалось впечатление, что он их, действительно, слушал В беседах с лидерами бизнеса он подчеркивал, что он сам является владельцем бизнеса и способен понять проблемы делового сообщества Однако Зеленский имеет и уязвимые стороны У него нет серьезных советников в военной области и в области национальной безопасности Тогда как деятельность Порошенко в качестве президента военного времени является, скорее всего, его самой сильной стороной В центр своей кампании Порошенко поставил вступление Украины в Европейский Союз и НАТО Тогда как Зеленский делает акцент на вопросах внутренней политики Хотя Зеленский поддерживает идею вступления в Европейский Союз и НАТО По поводу последнего он обещал провести референдум И, судя по всему, это было сделано для того, чтобы получить поддержку со стороны пророссийски настроенных избирателей на юге и на востоке Украины Однако эти избиратели вряд ли будут удовлетворены Когда он займет пост президента, его выбор в области внешней политики будет ограничен общественным мнением, а настроение общества сомнений не вызывает Большинство украинцев поддерживает членство Украины в НАТО и в Евросоюзе А украинский парламент зафиксировал в Конституции западный курс страны и стремление к членству в этих организациях После того, как украинцы потеряли 13 тысяч человек в войне, начатой Россией на Донбассе, украинцы не изменят своего мнения по этому вопросу Возможно, Зеленский сделал себя сам и стал миллионером Однако ему придется лучше объяснить свои отношения с пресловутым олигархом Игорем Коломойским Которому принадлежит телеканал 1 плюс 1, на котором транслируется его шоу Коломойский и Порошенко стали непримиримыми соперниками после того, как нынешний президент в конце 2016 года национализировал принадлежавший Коломойскому приватбанк Независимый аудит, проведенный консалтинговой компанией Кролл, показал, что олигархи вывели из этого банка порядка 5,5 миллиардов долларов Некоторые эксперты утверждают, что Коломойский обеспечил взлет Зеленского И что этот комедийный актер является всего лишь податливой глиной в руках самого стремящегося к мести олигарха Разумеется, Порошенко тоже является олигархом, и он связан с целым рядом сомнительных людей, похитивших деньги из государственного бюджета Хотя фиксация внимания на президентских выборах не составляет никакого труда, намеченные на осень парламентские выборы являются даже более значимыми для будущего Украины Парламент страны, в конечном счете, определяет экономическую политику Украины Большинство экспертов говорят, что новый состав парламента будет более фрагментарным и менее настроенным на реформы, чем нынешний Подобный результат будет неудачным, потому что парламент и президент должны будут работать вместе, чтобы добиться реального прогресса в борьбе против коррупции, а также реального роста экономики И, наконец, формирование независимого антикоррупционного суда, на чем настаивает МВФ, позволит направить мощный сигнал о том, что Украина движется в правильном направлении Кроме того, нужно будет также следить за такими сигналами, как отношение Украины к откровенно высказывающим свое мнение активистам гражданского общества А также способность новых антикоррупционных институтов проводить расследования и привлекать к ответственности чиновников Исход парламентских выборов вместе с итогами президентских выборов покажет, насколько серьезно Украина настроена на то, чтобы оставить в прошлом систему, которая способствует обогащению представителей элиты и обеднению всех остальных Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ